Ой, тащу! Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня у нас распаковочка. Ко мне приехала лампа для моих любимых орхидей. Сейчас распакуем и посмотрим. А это маленький помощник. Посмотрим, что там приехала. Новая супер-пупер лампочка. Ну, давайте приступим. Данный фитосветильник приехал ко мне с сайта MarsGydro. На сайте MarsGydro можно найти не только светильники, но и гроубоксы. И много-много чего для растений. Так, маменя. Доставка была курьером. Все тут такие вот упаковочки. Не кантовать, все дела. Все очень быстро приехало. Из рук в руки прям я получила эту лампочку. Снимай, пожалуйста, сюда. Будем смотреть, как здесь все упаковано. Как находится данный товар в коробке. Ох, какой картон плотный. Так, все довольно-таки хорошо упаковано. Паралончик проложено. Так, ну давай посмотрим, что это. Это, видимо, какой-то крепежный модуль. Ну, сейчас мы разберемся. Так, инструкция. Тоже сейчас все разберемся поподробнее. Хочу посмотреть саму лампу, как она дошла и как она выглядит. Ого, такой аппарат. Агрегат тяжелый довольно-таки. Мощно. У лампы очень высокий уровень защиты от влажности. И можно ее применять при высокой влажности. Смотрите, какие здесь очень толстая изоляция проводов. Конструкция такая довольно-таки мощная. IP65. Высокий уровень защиты. Так. Тяжелая она, да? Сколько весит? Наверное, я не знаю, килограмма 4, наверное. У меня гантелька такая. Нехилая. Так. Фирменная лампа Mars Hydra. Сейчас я вот так переверну, чтобы было правильно. Так. Смотрите, сколько светодиодов. Ох, какой здесь радиоатор. Ничего себе. Так. Ну что мы будем делать? Блок питания защищен. Очень хорошо от влажности. Да? Вот электрик профессиональный. Видите? Какие комментарии дает? Сейчас посмотрим. Агрегат, конечно, мощный. Так. А, вот здесь. Смотри, что я сейчас только обнаружила. Вот такая защита. Потому что присылается это все из-за границы. Плотная фанера для того, чтобы все дошло к целости и сохранности. Итак, немного разобравшись с этим аппаратом, супер-пупер-чудо аппаратом, мощность потребления данной лампы 240 ватт в час. Здесь гравировка Mars Hydra. Все полностью, все детали металлические. И вот этот драйвер имеет вот такой удлиненный шнур. И это все не просто так, так как он может крепиться непосредственно на самой лампе. И для облегчения конструкции его можно снять, открутив вот здесь крепежные болты. И прикрепить на какую-то площадку или на стену, то есть на отдельную площадку для того, чтобы снять немножко груза. Или, допустим, у вас где-то будет оборудован щит. Все это снимается. И длина вот этого шнура позволяет снять этот драйвер и удалить его непосредственно от лампы. Метра на два. Да, метра на два? Я думаю, да. А мы с тобой не раскрутили, но здесь он скреплен. Не меньше двух метров. Так. Дальше. Сам шнур. Сколько по длине сам шнур? Ну, у нас есть рулетка. Давай измерим, чтобы точно определить. А также мы габариты лампы сейчас замеряем. Сам шнурок. Сам шнурочек. Сейчас я замеряю. Метр девяносто. Ну, тут еще с поверхностью два метра. Два метра шнур. Габариты самой лампы. Ширина лампы восемь сантиметров получается. Так. И длина светильника. Один метр семь сантиметров. Один метр семь сантиметров. Дальше мы имеем вот в маленьком пакетике, что я вам показывала при распаковке. В нем находились вот такие две скобы. И еще две вот такие конструкции. Это карабины вот с такими. Механизм зажимающий. Можно веревку регулировать ниже, выше. И на конце еще тоже находится карабин. И также в комплекте еще один такой же карабин. Сделать, в принципе, может все женщина. Собирается все довольно-таки легко и просто. Никаких ухищрений нет. Вот эти скобочки цепляются вот таким образом. с двух сторон. Темно. Ну, у меня выключились сейчас лампы. Мы снимаем уже сколько время? Время 10 часов вечера. Поэтому темновато. И наш верхний свет без дополнительных вот этих фитосветильников. Очень темновато в зале для съемки. Но ничего страшного. Я думаю, что потерпим. Далее, вот этот карабин, свободный который, конец, зацепляется за одну скобу. Вот таким образом. Вот этим карабином можно регулировать. Здесь вот есть такой приподнимающийся крючочек, механизм. С помощью которого, да, фиксатор. При помощи которого можно делать или поднимать светильник выше, или опускать его ниже. Вот. И с этой стороны точно так же все такая же приспособа. Так. Затеяли съемку поздно вечером специально. Сейчас мы включим этот светильник. Но для того, чтобы разобраться, мы его уже включили. Я вам скажу заранее. И в комнате стало словно в процедурной комнате. И еще мы хотим показать вам на примере. Мы установили на телефон приложение люминометр, чтобы измерить освещенность. И у нас также есть еще сегодня профессиональный прибор. Прибору этому можно доверять. И мы сейчас посмотрим, как работает приложение на телефонах. Можно ли им измерять и доверять освещенность наших лампочек, наших приборов освещения для растений. И посмотрим, что нам выдает профессиональный прибор. А также посмотрим, как работает эта лампа. Сколько она выдает нам света. Какой свет. И вообще вот эту вот всю конструкцию нам пришлось сейчас так потрудиться. Так как в данный момент просто некуда привезти эту лампочку. И нам пришлось сооружать на потолке небольшие такие крепежные приспособления. Повесить их можно крючки. Вкручиваются крючки где-то. Саморезы, крючки. Ну на крюки в основном. Саморезы как-то пошловато. Куда закрепить. Да. Кто как приспособится. Вот мы сейчас в потолок вкрутили по-быстрому два самореза. Чтобы ее просто подвесить. И показать на видеоролике, как она светит. И вообще вот эту вот всю с телефонами и с этими приложениями. Замутку вам показать. В общем сейчас включим. Итак мы подвесили лампу. Но я наверное не знаю показывать или нет. Мы ее подвесили. В общем два самореза в потолок и на карабины которые я показывала. Сейчас в комнате освещения 5 лампочек по 20 ватт. Примерно 100 ватт освещения. Примерно комната у нас небольшая 5 на 4. Примерно такая комнатеночка. Подвесили мы эту супер лампочку. Я сейчас снимаю кадр для того, чтобы было видно. Вот какое освещение в комнате 4 на 5. При 100 ватт освещении. На улице кромешная тьма. Вот я сейчас вам окно засниму. То есть темно-темно. Ночь. Собаки спят, храпят. Это для того, чтобы было понятно. Камера работает у меня сейчас без подсветки. То есть вот как я сейчас вижу, так смотрите и вы на мои цветочки. В общем-то вот. Все расплывается. Ничего не понятно. Темно. Всем спать пора. Сейчас мы включаем свет. Помощник. Включаем свет. Парам-парам. Доводит свет. Вы что-нибудь видите? Я не вижу. Камера не берет это освещение. Вот так у нас такой сегодня ролик-эксперимент. Мне даже самой очень интересно. Сейчас я поменяю у камеры настройки, чтобы она лучше передавала изображение просто. Сейчас на ваших глазах я меняю настройки на камере. Вот так, наверное, будет хорошо видно. Понятно, что у меня на полу постелена пупырка. И в принципе-то можно разглядеть даже, что за орхидеи цветут у меня. Ну, это Манхэттен. Хорошо понятно, да? Дальше. Фронтерка. И зелень тоже стала хорошо видна. Вот такие узоры на других комнатных цветах у меня. Бегония Грифон из семян. Второй год вот этой. Расширь давай. Да. По поводу 100 ватт, которые были перед этим сказаны. Да. 100 ватт это в светодиодном освещении. Светодиодные лампочки, да? Да. 100 ватт. Каждая лампочка по 20 ватт 5 штук. Цветет мужской цветок. То есть каждая светодиодная лампочка. 20 ватт это равносильно как минимум 90 ватт освещения. То есть если их 5, то это 450 ватт было. Это ванилька от Матвея. Вот такая красавица выросла. Уже большая. Вот так выглядят листья фаленулупсиса. В общем красота. Маленькое солнышко. Вы видите, что это теплый, такой чуть желтоватый свет, напоминающий очень солнечный свет. Ну и освещенность этой лампы очень-очень большая. Вот я не зря сказала размеры нашей комнаты. И сейчас выключены все световые приборы в этой комнате, полная тьма и только включена эта лампа. И эта лампочка выдает почти 42 тысячи люминов. У нас сейчас есть профессиональный прибор. И также мы скачали на два разных телефона приложение люминометр. И сейчас мы посмотрим. Мы подняли нашу лампу ровно на 1 метр от листа. Наиболее высшую точку мы взяли за пример. Вот на примере вот этого адениума. И примерно вот все листики находятся на этой высоте. И сейчас на высоте метр от растения мы посмотрим приборами и телефонами, приложениями, сколько эта лампа выдает люминов на это расстояние. Итак, прибор выглядит вот таким образом. Выставлено умножить на 100 показания. И сейчас на расстоянии метр от лампочки. Вот этот листик метр от лампочки. Ты к нему приставляешь беленький глазочек. Это как раз вот и есть щуп. Вот сейчас я закрываю этот щуп. Видите, вот я закрыла щуп пальчиком. И он на 0. Я открываю. 96 умножить на 100. 9600 люминов. Дает на расстоянии метра. То есть вот эта лампа, она идеальная для котлей и для всех особо светолюбивых растений, которые будут располагаться под этой лампой. Кроме того, сейчас освещение во всей комнате такое, что вот на этот периметр можно наставить огромное количество растений, которое будет освещаться этой лампочкой. То есть 4 на 5, 20 квадратных метров можно заставить растениями. И они полностью все, естественно, самые светолюбивые, можно поставить под эпицентр, середину этой лампы. Остальные по периметру. Давайте возьмем на расстоянии метр от данной лампы, освещение метр от данной лампы, на расстоянии метр от данной лампы. А, ты хочешь вот, то есть, отступить вот так в сторону метр, да, и показать. Ну, давай, метр, посмотрим. 2800. Мы просто умножаем на 100, потому что у нас вот здесь прибор такой выставлен. На 100 умножаем. Вот здесь вот это показание на 100. 2800, 2900. 2800, 2900 люминов на расстоянии метра в сторону от этой лампы. То есть могут располагаться достаточно тоже светолюбивые культуры, обычные комнатные цветы, замечательно себя чувствовать. В одну сторону метр, в другую сторону метр, в третью сторону метр, и также в четвертую сторону метр. Кроме того, хочу добавить, что ресурс данной лампы очень велик. Он составляет более 100 тысяч часов. Сейчас мы проведем тест приложения. Вот эти вот люминометры телефонные. Посмотрим разницу, что нам покажет профессиональный прибор. Итак, у нас есть два разных гаджета. Мы загрузили одно и то же приложение люминометр, и сейчас мы их включим. Включай. Вот данное приложение. люксометр, люксометр. Мы их включаем. Запускай. Запустили приложение. Приборы у нас находятся, как вы видите, на полу, на одной плоскости и на одной удаленности от ламп. Смотрим, что нам показывает профессиональный прибор. Это сколько? 4100, да? У тебя так же все на стол нужно. 4100 нам показывает профессиональный прибор. На удалении полтора метра. Далее, первый гаджет нам показывает, ну, 3800, возьмем, да? И другой гаджет нам показывает 4800. То есть гаджеты с одним и тем же приложением нам почему-то показывают разные цифры. С очень большой погрешностью в 1000, да? Вы видите. Немного бликует. Я стараюсь ловить. Вот мы видим, можно ли доверять гаджетам. Вот оно, что еще мы немного тут разобрались. В гаджетах, я не знаю, датчик где у них. У одного гаджета мы выяснили, что он где-то вот сверху, да, вот сверху. Я его прикрыла, и он сразу, видите, на нет сошел. У другого гаджета где-то этот датчик снизу находится. Вот я прикрыла. Очень интересный момент. И пошло, да? Ну, а у этого вот ничего не скачет. Он как определил, так и определил. Белый датчик закрываем для точности. Вот он сразу раз. И все, опять 4100 он нам показывает. Другой гаджет нам показывает 3800. И другой гаджет показывает нам 4800. То есть, вот такие разные цифры. И кому верить, смотрите сами. Профессиональный прибор или же вот это мобильное приложение. И как им измерять, и как ему доверять. Ну, а сейчас мы посмотрим, сколько же получает вот это растение на высоте удаленности лампы ровно метр от листиков этого растения. На уровень этого листика мы помещаем вот эту вот белую точку. Это и есть датчик, который улавливает нашу освещенность. Смотрим, сколько нам показывает наш супер-пупер точный прибор. Он нам показывает 9400 люминов. 9400. На этой высоте данного листочка удаленность от лампы 1 метр. 9400. Подносим первый гаджет. И первый гаджет нам показывает 13400. 13400. На высоте того же листочка. Да, здесь сверху датчик у этого гаджета. Вот так. Видите, какая погрешность с профессиональным прибором. Один 9400, другой 13400. То есть, видите, да? Несколько тысяч уже погрешность разницы. И давай подносим второй гаджет. У него датчик здесь, поэтому мы вот датчиком, видите, я закрываю, у него датчик снизу где-то находится, мы определили. И он показывает нам 9900. Профессиональный нам показывал 9400. Этот показывает 9900. Ну, небольшая погрешность, но все равно в полтысячи погрешность есть. Это очень значимая цифра. Говорю так, потому что знаю, что некоторые лампочки, под которыми растут мои орхидеи, у них вот как раз такая 500 люминов выдают они такую освещенность. Но под ними прекрасно растут орхидеи. И убрав эту освещенность, то есть наступит полный мрак. Но на расстоянии 20 сантиметров, вот под 500 люминами, прекрасно растут мои орхидеи и фаленописы. Так что это очень большая погрешность. И мы видим, что, наверное, вот этим вот гаджетам все-таки, я так говорю, доверять не стоит. Так как, видите, какая разница. Вот они сейчас просто лежат. Вот здесь 2200. Потому что нужно нажать на 100. Вот зафиксируй. Вот сейчас они так лежат. Зафиксируй. Сейчас я их местами поменяю. Давай поменяй. И датчик у этого снизу, у этого сверху. То есть я их беру, разворачиваю. Вот я их поменял местами. Что изменилось? Один показывает 5500. Этот стал показывать больше, а этот меньше. А этот стал, ну, ты ему просто вот листом, наверное, закрыл, да? Вот так я с датчиком поставил на место. Ну, здесь на самом деле, вот, одному, да, сюда бликует, светит. А другому... У этого гаджета вот здесь датчик. Внизу? Значит, ну, давай его вот сюда поставим. А у этого вверху. Вот. Так, минутку ты его выключила. Сейчас мы его выключим. То есть, если этот сейчас показывает 6300, этот показывает 2250. Разворачиваем. 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 То есть этот должен сейчас показывать 6500, а этот 2500. Ничего не работает. То есть, что ты этим вообще хотел сказать? То, что приложение одно и то же. Датчиками мы ставим на те же места, где были перед этим. То есть, нужно знать ещё, где у гаджета датчик находится, правильно? Нужно определить, где у гаджета находится датчик. То ли сверху, то ли он где-то снизу. Вообще непонятно, чем телефон может улавливать вот это вот. Непонятно, то ли камерой, то ли какие-то датчики стоят заранее. Непонятно. Мы как бы определили, что... Но дело в том, что мы определили, где у одного гаджета стоит датчик, где у другого. Они стоят в разных местах на разных гаджетах. Сейчас почти одинаково показываю. Да, практически. Но нет, всё равно на тысячу они. Вот. И всё равно они показывают разные значения. Даже если... Давай ещё один эксперимент проведём. Поднимем сейчас их на другую поверхность. Давай. Так, вот мы сейчас взяли ровную поверхность. Взяли стульчик. Стульчик, ну, практически ещё сантиметров 5 добавляется от листа. То есть, возьмём, грубо говоря, 90 сантиметров от растения. 90 сантиметров от листа растения. У одного гаджета датчик здесь. И у другого гаджета мы перевернули, чтобы тоже датчик был тоже здесь. Один нам показывает 15300, другой нам показывает 8300. Посмотрите, какая разница. Сейчас мы... Меняем их местами. А, ты хочешь ещё, чтобы... Ну, это тоже влияет, но я думаю, что не настолько. Ну, прилавление туда-сюда. Ну, да, для скептиков. Ну, та же самая петрушка 14,9. Всё то же самое. Давай нам, пожалуйста, сюда профессиональный аппарат. Так, это щуп. И покажи нам значение. Что нам показывает значение? 10100. 10100 к нему больше приближен, наверное, вот этот и то разница в тысячу. Правильно? Вот. Ну, то есть, на высоте 90 сантиметров от листа выдаёт 10100 люминов. Ещё мы захотели сделать такой эксперимент. Это как выйти завтра утром на солнечный свет. День, наверное... Если будет солнечным. День, наверное, будет ясный. Да, если будет солнечно. Скорее всего, будет солнечно. Посмотрели уже прогноз. Ну, в любом случае, даже в самый пасмурный день, на улице всё равно люминов гораздо больше, чем выдают наши лампочки. Поэтому для сравнения, для интереса, не для каких-то там доказательств, просто для интереса и для сравнения, как работают наши гаджеты и сколько люминов обыкновенный дневной свет, солнечный, допустим, или просто пасмурный день. Мы посмотрим, также посмотрим на наши гаджеты и посмотрим, вот что нам покажет этот профессиональный прибор. Вот так же он нам на полу всё чётко выдаёт 4200 люминов на удалении в полутора метров от лампочки от этой. Так что маленькое солнышко и завтра эксперимент мы продолжим. Итак, мы вышли с приборами на улицу. И что нам показывает этот профессиональный прибор? Он показывает 6200, 6300. Вот так тоже в зависимости, в домашней обстановке он был более стабильный. Сейчас вот видите, облачность небольшая установлена. Значит умножаем на 10 и получаем 6100 люксов. Тут же рядышком лежат наши телефоны с одной и той же, с одним и тем же приложением. И вот его показатели. Один телефон 5,5 показывает. Вот это приложение. И это же приложение на другом телефоне показывает 4,5. В тысячу разница, в одинаковых условиях. Вот цифры пляшут без конца. И здесь на приборе вот 5800. Здесь 5500. Тучки, видимо, облака ходят. И вот так меняются показания. 5800, 5400. Все равно погрешность в несколько сотен имеется. Я думаю, мой ролик был для вас интересный, информативный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!